Добрый день, Владимир Тихонович. Добрый день. Добрый. Вот слушаю, вы скоро уезжаете, думаю, надо разрешить вопрос один. Да, там плохая связь. Да. Хорошо. Игнат Тихонович, вот такой вопрос возник. Причастие, оно у нас, как бы, через священство подается нам. А откуда это известно, что именно через священников только причастие должно подаваться народу и всем остальным там, и священству в том числе? Ну, потому что они совершают литургию, так уже установлено. Но если без их рук, золотовоз говорит, нет спасения смертным, Бог так усыновил. Ну, как в Ветхом Завете сказано было, жертву приносить в одном месте. А почему такого же быка я в другом месте заколю? Вы знаете, еще было с Саулом, когда он поторопился. И не дождался, говорит, народ стал разбегаться, и я принес жертву. И Бог отнял в тебя царство. А это у нас прообраз был такой. А они делают, ну, причастия, конечно, из ложечки не было. Христос так не делал. Подал, взял хлеб, лепешку обыкновенно переломил, кусочки съели, и одна чаша пошла, кубок, из него пили. Это, считаем, в житии святой Евдокии, 1 марта по старому стилю. Когда ее начали арестовать, у нее выпало причастие. С собой носили. На случай, что если арестовать, что было, что. А потом это вот приписывают Иоанну Златоусту. Будто бы какой-то там человек волхвованием занимался, и причастие во рту вынес. Поэтому запивку стали давать. Поэтому с ложечки смешанные вместе, совершенно не евангельский у нас подход к этому. Да и так что угодно можно вынести. Это нисколько не препятствует. Считаю, что евангельский указанный Христом путь, он единственно верный. Ну, так принято, я и придерживаюсь. Но, знаете, знаю, так не было. Как сейчас, квасной хлеб, а у католиков пресный. А Христос как совершил? Были дни опресников. Если кто-то съест квасное, да будет предан смерти. У них под смерть подводилось. А сегодня надо маленько добавить, чтобы тесто вскисло, чтобы пыхтело, как живое. Это детская игра. Но я православный, я все принимаю, как есть. Но сказать могу. Христос совершил на пресноках первая литургия. Так и было. Поэтому католиков нам не надо обвинять, а надо на себя посмотреть. Ну, меня больше всего волнует именно вопрос, откуда пошло. Потому что в Евангелии нет указания, что это должны быть священники, специальные люди нам раздавать это. У нас так установлено. И думаю, где-то есть четкие основания, где-то прописано, чтобы это было. Есть ли такие места? Или просто это так? Есть вещи, которые не прописаны. Однажды возник вопрос. Где в Библии сказано, что у женщин есть душа? Даже смешно. И голосовать стали. 350 человек проголосовали. Показано. Нет души. И 351 есть душа. Одним голосом победили. А почему? Да она ведет себя так странно, как будто бы совсем даже не человек. Всего из ребра ее Бог не творил. Он Адама сотворил. Вот ведь как можно дойти до этого? Не написано? Да, не написано. Но по-другому никогда не было. Об этом говорит Игнатий Богоносец. У него шесть посланий. Просто надо просчитать, посмотреть. Без епископа нет церкви. И надо согласиться с этим. А как епископов расстреляли? Ну, расстреляли. Может быть, здесь нет. В Португалии есть где-то. Сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Вот так. Во время апостолов было, чтобы миряне ходили и совершали литургию. И не было. Никогда не было. Никогда. Вот почему Господь избрал 12 мужчин. Почему хотя бы одну женщину? То можно было, если равноправие нету, ни одной. И потом вопрос, а почему нету? Никаких почему? Бог так установил, что бывает утро, бывает вечер. А у Бога написано, был вечер, было утро. Мы счет-то ведем неправильно. Мы говорим, солнце всходит. А если по сути разговаривать, земля поворачивается, вот что надо говорить. Оно не сходит. Вот и земля кружится. Ну, надо соглашаться, мы же не будем путаницу заводить. Я знаю много вот этих постов, но не считая Великий пост в среду-пятницу, 69-е апостольское правило, которое указывает, что необходимо поститься и отлучается, кто нет. А эти посты пришли 3-4 века, спустя 5 веков, Покровский пост, он ни к силу, ни к городу, совершенно ни с чем не связано. Да как будто бы оторвано от Великого поста. Это уже бредня пошла. Но, я всегда говорю, но я православный. И поэтому видели, как у нас соблюдается строго. Вот сейчас бы 8-й собор соберется, все православные, и примут решение отмены постов. Я не буду настаивать. Но около меня люди все будут поститься. Я сумею убедить их. И сам буду строго соблюдать. Соблюдает, и я соблюдаю, знаю, что оно. Но такой пост мне мешает, особенно Петров. Дети приезжают, месяц пробудут, и молока не поедет. А у меня молоко, творог, сметана, все стряпали бы. Но я православный. И поэтому второй вопрос. Господь, дай мне крепко Духа Святого, чтобы я полюбил эти посты. Ибо они, любящие Матерью Церковью, установлены. Я вот куда дальше иду. Я люблю эти посты. Они евангельские. Не евангельские, но мне они не вредят. Я смиряю и порабощаю телом. А видишь, я какими ступенями говорю, у вас логики нет. А зачем мне логика? У меня есть послушание, и выпросил любовь. Никогда не нарушай. Какая польза? Они мне решать. Установили специальные святые отцы. Много рассуждений, далеко зайдешь. Я никогда не спорю с католиками об исхождении Духа Святого. Почему? Потому что половина святых отцов, которых мы признаем святыми, они признавали, что я Дух Святой от Отца и Сына. Ибо Библия говорит, Христос говорит, я пойду и пошлю утешителя. А в другом месте говорит, умолю Отца и пошлет вам. Что тут спорят-то о чем? Вообще даже говорить об этом не надо. Это великая тайна. Но я православный, поэтому я считаю только Дух Святой от Отца исходящего. Я православный, а не потому, что я правый. Я хочу быть послушным чадом церкви. Ну, в принципе, это как бы такая позиция, она только лишь нужна для того, чтобы, ну, закрепляться. Потому что логики действительно нет. Потому что там вот хлеб не тот, священник там что-то не то подает, и не вино не то. Ну, все у нас, ну, все то в итоге получается. Вот здесь как бы такая... Вот это копье режет, вот эта звездица там такая ставит ее. Теперь воздух качает, когда стоят, берут, они качают на чашу. Да ты пойми, что это такое. Вот это, что машут воздух в воздух. Это специально полотенцем мух отгонять. Мух отгонять, чтобы в чашу не попали. Да другого нету никакого. Вот выступает Головин, ну, там отец Владимир в Болгарии, городе. И он говорит, значение свящей какое? Никакого нету. Кроме копоти, глаза выедают, больше ничего нету. Ну, а если копоть, значит, опять нанимать, заработок людям будет. Вот тогда оно имело смысл, потому что электричества не было. Ну, договорим до конца. И вот это держит и Петрахиль, священник накрывает. Это полотенце, которым вытирал пот. Больше ничего в этом не было. А потом, видишь, Филонь. Павел пишет Тимофею, что принес Филонь. Филонь. А Филонь – это плащ, обыкновенный плащ от дождя. А сегодня Филонь – это там к нему вот этот подручник палится, там награждает ордена. Это детская игра по брекушке. У нас одна награда. Вот раны Павел перечисляет. Много раз был при смерти. Гонимые, это лжебратья. Вот награда. А не то, что тебе патриарх там железку какую-то даст. Смешно это все. Это очень хорошо об этом говорит Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря. Он там по молодежи председатели. Какие у нас недостатки, он говорит. Он говорит, у нас птичий язык. Мы белым магизмом занимаемся. Магизмом. Он перечисляет все. Яблочный спас, медовый. Какой медовый, кровавая Голгофа? Какой спас? Люди-то совершенно, говорят, как сумасшедшие ведут себя. Он подробно и книжечку выпустил. Я на нее большую рецензию давал. А потом гляжу у него еще. Его зажали там со всех сторон. Вот он говорит, у меня юноша ходил. Полгода не было. Он пришел. Я говорю, а что тебя не было? А я ушел к баптистам. Как так? Да очень просто. Я обошел все храмы в Москве. Почти нигде не проповедует. А там у баптистов хоть как-то, но проповедует. Вот за это придется отвечать всем. Ян Златовус говорит, одна душа одна. По твоей небрежности, это небрежность погибнет. Тебе, о священник, всей жизни не хватит рассчитаться. Ибо за эту душу умер Христос. Не Игнатий будет отвечать за нее. Ты будешь отвечать. Я буду отвечать за печь, если дым идет. Игнатий Тихонович, а вот вы как бы говорите о слове отец, да? И отец, по сути, и так и есть. Тот, кто родил тебя, тот твой и отец. Да, только от кого благовестие коснулось. Павел говорит, я родилась. А остальные так фикция называется и все. А он, ну допустим, товарищ. Он не товарищ никто, но принято называется. Или пишет уважаемый там. Он не уважаемый. Ну принято, говорит, уважаемый. Я его презираю, а пишу уважаемый. Ну тогда, мы можем ли разве называть священников отец тогда? Ну какой он отец? Отец. Диакон, отец диакон Кураев. Отец диакон. Ну принято, я не противоречу. Но для себя я знаю, он не отец. Он не может знать. Если отец, покажи, кого родил. Если ты причастие подал, да кого ты родил-то? Ты в суд и в осуждение принимаешь еще. И кого попало, причащаешь. Ну правильно. Вы видите, мы на каждый шаг закрываем. Мы православные, поэтому как бы начинаем. Вот об этом не говорю, об этом не говорю, об этом. То есть вы как бы создали себе вот веру, знаете, хитрую по большому счету. Ну давайте, брат, дорогой, давай по-другому. Я не согласен и буду сейчас везде. Ты не отец, а тебя никто не родился. Ну куда, я уже через один день запутаюсь. Родился, не родился. Ну принято, принято. Ну прости, отец. Он не старше меня, он во внуки мне годится. Тоже не отец. Он ни под каким признаком не подходит, отец. Но принято ради рукоположения. Он меня вот окормляет этого слова исключить. Означает отравляет. Это означает прищищает великих тайн Христовых. И я поэтому целую его руку, как благословляющую. Хотя... У меня, знаете, складывается такое впечатление, что нас вот в какую-то тюрьму заключили, понимаете, заставили, заткнули и сказали, вот либо ты говоришь, как у нас, вот, либо ты не наш. Ну, а с другой стороны, так как вот вы говорите, я у меня совесть не позволяет, понимаете, я все время против совести должен действовать. Да. Вот ведь как. Ну, брат, далеко не заходи. Против совести. Совесть моя подсказывает, это оно. Совесть моя и успокаивает. Этим путем прошли Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский. И они не погибли. Так церковь говорит, что они не погибли. И поэтому мы посмотрим, было дальше. От Иоанна Златоуста это уже все было. И поэтому это опыт. Он не сходится с Евангелием, но он не смертельный. Здесь нет отречения никакого. Ну, не по Евангелию. Ну, истина остается истиной. Много об этом говорить не полезно даже. Вот Владыка. Ну, какой он Владыка-то? Он говорит, ты Владыка. Он говорит, я Владыка над чревом своим. А он тайный епископ был. Ну, понимаешь, мы как-то беседовали с Александром Менем. Это батюшка, убили в Москве его. И он говорит, вот когда считаешь Евангелие, вот складывается такое впечатление, что мы его неплохо знаем. И чтобы придумать, сделать напротив. Иоанн Ратауз говорит, если бы кто-то незнакомый пришел, с гор спустился и узнал бы Евангелие, Евангелие, а потом нашу жизнь, он больших врагов не нашел бы. Это Ян Затауз говорит. Не Александр Менем. Ну, вот и все. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы мы сияли, как светило в этом мире, как Господь говорит. Вот, которые на меня нападают, там все. Вы только вдумайтесь, что это такое. Это Господь знает, что я сильный, я это выдержу. Но придет время, а они будут у Бога просить прощения. Потому что они вот сколько нападают, крутят, у них еще нет. А у меня только за эту зиму сколько новых людей пришло в православие из текст. И пишут, духовным отцом называют. Вы меня родили. Я знать не знаю. Я продолжаю работать. И вот у нас был архиерей. Сейчас митрополит Сергий приезжал на 15-е. Видел там, может. А тут приехал наш отец Аким, и Иоанн Богословский, этот собор, и он в нем служил, отец Аким-то. И он архиерей сказал, говорит, вот у них, там у нас бескомпромиссное служение, показал на меня. Бескомпромиссное. Это действительно так. Никакого компромисса с совестью я не делаю. Я смотрю на тот опыт и думаю, смертельно, не смертельно. От крещения. Ну, так принято в церкви. Не принято. Это обман. Это не крещение. И вот венцы не надевают. Священников раньше 30 лет. Это каноны. А здесь канона нет на это. Нет канона. Никакой канон. Он упущен, потому что это было всеобщее. И так и принимали. Вот я считаю. У меня есть книга к истинному православию. Там посмотрите. Приложение к символу веры. Символ Нихео Цареградский. Дай аминь. Но только Духа Святаго Господа Истинного надо поставить, как у старобрядцев было. От князя Владимира. Как от Бога истины, от Бога истины, от Духа Святого истины отбросили. Это вообще не придумаешь. Остальное все, можно согласиться. У нас только одно слово добавлено. И когда архиереи шли, вот этот раз, я ему сказал, говорю, рукава-то, как у сыганки платье-то, откуда? Да это греки нас наградили, я ему говорю. Ну, по-простому. Он простой, видно, что человек. Да не обидится. Я говорю, вот Духа Святаго. Как же можно с этим согласиться-то? Хотя уже в 71-м году патриархия приняла равноспасительные те и те старопечатные книги. Зарубежные чуть попозже приняли это решение. Но мы все равно написали. Написали. У нас был Вениамин тогда. Он сказал, это официально разрешено. Я говорю, еще раз утвердите. И мы... Вот они у нас были сейчас, митрополит. И так поет Духа Святаго, Господа истинного животворящего. Одно слово. Я с этим никак не могу согласиться. Это... А Духа Святого истина не может быть оторвана. Он говорит, пошли Духа истинного. Это... Кто-то насмеялся над нашими реформаторами. Игнать Тихонович, а вот... Ну, сейчас вот такая церковь, как она есть. Дальше она, по сути, к последним временам, она ведь не должна быть лучше. То есть вот стала такая чистая православие, такое чистилось. И вот оно в последнее время настало. Наверняка не так ведь, да? Вы как? Как? Вы полагаете? Знаете, вот я имею в виду к концу света, так скажем, да? К второму пришествию. Но церковь вряд ли, что она так очистится, такой будет чистый. И вот придется как раз в это время антик. Вы знаете... Я полагаю, что хуже, наверное, должно быть, да? Я сошлюсь на слова профессора Осипова, Алексея Ильича. Он говорит, антихристопримут. По всей вероятности, первое, это православные христиане русские. А они старые батюшки, искупители. Это ужас, говорит, какой. Какой искупитель, когда Христос? Хотя я с ним не согласен. Самое главное, это то, что он бритый в галстуке. Это масон самый настоящий. Но говорит правильно, я беру правильно его слова. И поэтому вот Апанасий говорит, он канонизированный, епископ Апанасий, он говорит, сказано сохранится православие, но нигде не сказано, что оно сохранится на Руси. Оно говорит об этом Говоров, епископ Феофан Затворник. И оно говорит, еще одно-два поколения исчезнет полностью, если мы не изменим образ мышления и обучения. И это действительно так. Сегодня, когда говоришь, как будто бы никакого отношения не имеют они ни к церкви. На каждом шагу нарушают. Даже никакой нужды в этом нет. Ставят юнца 18-19 лет. Ну куда? Даже сегодняшний патриарх, он рукоположен. Даже в епископа раньше 30 лет, таких, он кажется, один такой есть. Но разве это годится? Что, скорее надо что-то ухватить? Не успеете все деньги собрать себе? Я не знаю, какая причина, я не обвиняю. Но в пресвятера нельзя раньше 30-ти. 15-е правило, 6-й стрелинский собор. Здесь намертво стоять, ни под каким видом. У нас были тут, у нас были романахи, но они года на 4 раньше. Все, он сидел, и к нему никто не подойдет никогда под благословение, пока не исполнится лета уреченная. Хотя по канонам он должен быть извергнутый. Но там нет толкования. Милош, может быть, объясняет, что у него на время извергнут или запрещен. Как понимать эти слова-то? У нас, говорят, живот вещь, у нас живот-то это брюхо, а тут жизнь. Видите, путаница без языка-то идет. Поэтому. Я вот почему вас это спросил? Потому что вот то, что сейчас, ну, в частности, куда я хожу. Вот я чем дальше, дольше хожу, тем у меня больше внутри, ну, знаете, мне тяжело стоять там. Потому что, знаете, ничего живого там нет. И вот, я, по-моему, у вас где-то, вот вы, наверное, цитаты тогда помните, выборку делали, где Феофан Затворник, вот Серафим Саворский, и, по-моему, Лаврентий Черниговский был приведен, сказано, что вот будут времена, когда церкви-то купола будут золотить, а ходить в те храмы будут нельзя. Я почему-то Антихрист вам вопрос задал, а ведь прибудет такое время, когда, в принципе, нельзя будет ходить в православный те храм, или такого не будет? Будет. Так, мечтаете? Будет, будет. Сказано, значит, будет. Отступление больше и больше будет опутывать все. Истинные служители, истинные верные будут в презирении. Мне нравится вот это, я не раз приводил выражение Сергия Строгородского. Бог будет воздвигать людей, измерян. Вы не глядите, что вы мирянин, вы свидетельствуете. Вот я обращаюсь на сегодняшний год. Вот только, ну, прямо, ну, два дня назад новая душа пришла, она где, я не знаю, там, из Ульяновска или где. Я впервые натолкнулась, я искала правду. Бескомпромиссно, что было сказано. И наткнулась на вас. И наткнулась как? А случайно. Случайно там говорили об одном человеке. Да я зарядила его, и попала на вас. А попала, я, говорит, выйти не могу. Случайно странным показалось. О ком же говорила? О Глебе Якунине. Глеб Якунин как раз умер. И она о Глебе Якунине. А и в это время я в собрании говорил о нем, как мы встречались, как беседовали, как у меня большое интервью еще не опубликовано. А 16 часов интервью. 16 часов. Это не две минуты. У меня КГБ здесь приехало, сразу же запросили. Я не дал, я сказал, только при мне. Я на работу приехал, там, полковник он, Никулин Юрий Михайлович. И с магнитофоном сидел, до утра слушал, вышел и говорит, ну, мудрец. А я его лично знал. Я поэтому сказал. Он говорил, большая моя ошибка в жизни была, что я согласился стать священником. Он политик. Он никакой духом-то не был. Он пошел куда, к Филарету, потом автокефальная церковь. Тут я не могу поддерживать. Никак. Он исповедник. Он много перенес. Но на это ни одного человека не одобрить не могу. Никак. А что он должен был делать? Себя отлучили где? Здесь, здесь. Причина какая? Сказали не быть депутатом. Но они были депутаты же, разрешали. Пятерим был. Было разрешено. Теперь церковь сказала нет, и ты должен был согласиться. А дальше начало. Крест снять, не покорюсь. Анафия предать, не покорюсь, пойду к другим. Вот тут я уже никак не могу одобрить. Никак. Так что покориться надо было. Покориться, уйти из депутатов и служить. Из ничего потерял-то он все это. У нас в армии был один пуговку верхнюю, не хотел застегивать. Пуговку. А из-за пуговки коснулось дело, дошел до трибунала, так и сгинул. Подгорный. Надо быть очень внимательным. Важно это или не важно. Вот я говорю, символ веры. Никео Цареградский неприкасаемый. Но в конце я делаю дополнение, чтобы приняли его. Это не к символу не относится, но как бы вслед за этим, как молитву просчитывать. Господи, дай нам Духа Святого, чтобы всей силой любить Слово Твое, Святую Библию. Чтобы любили мы толкование святых отцов, каноны церкви. То есть вот эти слова, ну выразить так более грамотно, чем я, я же не имею образование-то. Чтобы это было понятно. И чтобы священники на исповеди спрашивали, считает ли он Святой Евангелие, Библию. И свидетельствуют ли другие мысли. Если нет, да причастия не допускать. Это смертный грех. Это зарытый талант. Он будет выброшен во тьму вечную. Тут еще толковать, когда уже истолковано. А этого нет. А это надо ввести. Тогда зашевелится что-то. Я вам хотел видео, но что-то тогда не отправил. Не помню, но это уже пару месяцев назад какой-то праздник был. И у нас служил наш лепископ. И значит вот там, он когда речь завел о причастии. И он говорит о том, что мы все вместе должны причащаться. И говорят, что он говорит о том, что неужели там, как некоторые заявляют, что тут собираются люди просто так, по какому-то интересу. Тут все верующие собираются. Поэтому все должны причащаться. И священникам он говорит, если вы не будете допускать, а кто-то скажет, что, а что там, мол, достойный, недостоин. Бог разберется как-то в таком смысле. И священники, смотрю, наши головы-то поджали, а потом я разговариваю, говорят, а мы к настоятелю пошли. Что это там, мол, такое нам, что, всех, он говорит, бежать от нас там. Вот. То есть, понимаете, они получили такое вот, я, в принципе, если бы такой близлевый священник Дуба, я бы тоже сказал, слушай, это он сказал, мне надо всех причащать. А я задаю вопрос священнику родному, который с кем разговаривает. Точнее, там ему другой человек говорит, ну а что там, батюшка-то, а пьяный к тебе подойдет и скажет, причащай, ты будешь причащать, что ли, его? А если епископ его исповедует, скажет, причащаю, как же буду причащать? Вы представляете, что творится, Евгений Тихонович? А вы говорите, вот это православная церковь, это вот, как бы, все тут закон, вот священство наше, там, вот самое оно такое, вот мы этим и отличаемся. Вы сколько священников-то посмотрите, что творится. Этот момент, момент, таких, которые говорят подряд причащать, их называют только волки и разбойники. Это святые отцы все называют. Златоуст говорит, тело мое лучше отдам псам, собакам, нежели тело Господне недостойно причащающемуся. Все каноны, книга, правил говорят об эти пемьи, а они эти пемьи убрали, это никакого православия, это и нет тогда. Соборная церковь, соборности нет никакой, это обман, это вкрались некогда из древля, из древля предназначенные к всему осуждению. Иуда говорит, люди чуждые, конечно, тут надо восстать, восстать, вот тебе для этого и сила дана. Это нельзя делать, каноны запрещают. Женщина сделала аборт, 10 лет, правило Василия Великого второе. Все. И по-другому никак не может быть. Три богослужения подряд, человек не был в церкви, да будет извержен, без причины. Не был в храме-то, они сейчас три раза за всю жизнь только приходят. Колесное, говорит, христианство, сначала в коляске привезли, потом на джипе приехал, повенчался и на катапалке похоронят. Ну вот, а там говорит епископ, Господь будет судить, мол, там, такой достойный он, недостойный. Что такое недостойный? Кто такой? Кто это может, якобы, определить? Правила, правила, правила. Блудник, блудник не запускается. Нам не надо выдумать, правила какие, прямо. Если они распинают Иисуса Христа, для них нет жертв за грех, нет. А ты даешь. Нет жертв за грех, Павел пишет. Нет. Но некое страшное ожидание огня готово пожрать противников. Он враг. И это ужас один. Ну а что? Ну, церковь, пока церковь есть, ходить надо. А с епископом встретиться, написать ему. Один раз, другой раз. И все правила выписать. И показать, убойся Бога. Бог тебе нигде не давал права повергать то, что церковь усыновила. На соборе на одном 630 епископов, а по ты один. Да еще разобраться, какой ты. А ты против соборного усыновления идешь. Это от полторы тысячи епископов на соборах было. Многие канонизированные. Как Спиридон, как Никола Судотворец и другие. Да. Вот когда тогда наступает тот момент, о котором вы говорите? Вот выход из этой церкви, он когда должен осуществиться, осуществлен быть человеком? Вот до какой меры бесчестия должно дойти, чтобы человек... Вот говорит, вот этот момент уже все, надо выходить отсюда. Понимаете, вот если бы мы уже сзади числом где-то говорили, когда прошло, тогда бы мы видели, куда уж забрели. В какой момент надо было и дальше-то? Ну, когда надо было лечь трупом, но не дозволять революции делать. В какой момент? Ведь они это думали сделать лучше. Некоторая-то интеллигенция вся пошла за этими большевиками-то. И дальше-то что? Россию с какого места на какое кинули? Тогда естественный перерост был каждый год, не считая умерших. 3-5 миллионов. Сейчас бы было 650 миллионов уже. Газета пишет о выдержке Менделеева, Дмитрия Ивановича. Вот как. А здесь сказать несколько сложнее. Вот эта мера беззакония, наконец, в таком месте, где оторвет. Вот. Его руку положил, сказать, помазал в царя, в Самуил. Но наступил момент, когда он прямо сказал, не покорилась, такой же грех, как идолопоклонство. И дальше говорит, как волшебство. И все кончилось. И Бог отнял стаж. Он еще королесил, еще священнический город Новый уничтожил. Еще будут послушаться сыну и на пану жизнь отнять. За Давидом гоняются. А он уже никто, он уже приговоренный. И закончит жизнь, как самоубийцы. И накануне, перед смертью, пойдет к ведьме Вань Дор. Так и здесь. Видно будет. Сегодня еще много есть священников, которые истинно служат. Есть архиереи, которые, ну я не знаю где. Вот я скажу у нас сейчас, которые служат. Мы считаем это дар Божий. Не потому, что он нас там любит так и, ну вообще. Вот. Вы своего Диодора-то видите, нет? Я за него имя его произношу на молитве каждый день. Он меня помнит, нет? Ну не спрашивай последний раз. А ты спроши его. Если, значит, договор кончился, значит, и... Ну, понятно. Я молюсь, скажи, ни одного дня не пропустил. Ни одного дня. Я молюсь о нем. Хорошо. Я как раз хотел тут как-то вот с ним встретиться по возможности, может быть, если... Потому что есть вопросы, потому что душа протестует и, не знаю, там, по сути. Мне хочется просто с ним поговорить. Потому что даже вопрос о причастии, то, что это он озвучивал, я-то как-то ему оправдание его придумал. И я думаю, в виду, он не то, что там всех причащать надо, а просто за мелкие там какие-то прегрешения, чтобы уж не отлучали. Ну, прозвучало так, конечно, что совсем не по-другому. Но хочу задать ему вопрос. Ну, какие мелкие? Человек не соблюдает пост на два года. Ну, кто сегодня отлучает? Три воскресенья подряд не было без уважительной причины. Выгоняется. Это канон. Иначе мы не прово... Книга правил-то у него. Я-то мирянин. Я знаю для себя. Но что делать? Говорить, собирать людей, свидетельствовать. Они так, как сейчас собираются, выступают. Патриарх такой-то. И начинает. Патриарх Кирилл от сатаны. Патриарх Кирилл предатель. Это ролики так называются. Ролики. Два беса встретились с Папой Римским. Но это никуда не годится. Во-первых, это не доказать никак нельзя. Но, во-вторых, ты чего ты этим добьешься-то? Вот они сейчас Папу не поминают. Еще это даст. Мне написали от Лонгина, там, которая форпоста. И они не поминают. Ну и ко мне обратились. Через контакт на меня скинули модераторы. И я ответил. Ответил. И они как-то расположены. То ли не досчитали до конца, я не знаю. Я сказал так. Детей ни под каким видом не отдавать хотят. Детей у них отнять-то. А сами оставьте то престарелых, там, женщин. Идите под вы, идите благовествуйте миру. Есть, которые знают румынский язык. В Румынии, украинский на Украину. В Россию. Идите. И когда будете говорить о Христе, говорите о себе. И о вас будет многие молиться. Отставьте монастырь, не сидите на месте. Они там уже храмов семь или десять построили. Зачем это нужно? Это никому не надо совершенно будет. Все будет разрушено. Идите и благовестуйте. Прямое указание Божие. По всему миру написано. И всякой твари проповедуй. Даже собаке, медведю проповедуй. Как Фома, там, Акминский, кажется, он и Серафим Саровский. Они буквально понимали? Я вот захожу голубям и каждый день их приветствую. Христос воскрес. А они голову на бок и слушают меня. Святые разговаривали, кстати, с животными. Он заходит, дождь, холодно. Зашел, а там лев лежит. Ну, что тут? Бежать от него. Он подошел к любому. Говорит, лев, ты не замерзнешься там на улице. Иди, освободи меня. А в другом месте он ему говорит, лев, ты сильнее меня, души у тебя нет. Я предпочтен перед Богом. Дай мне дорогу. И лев посторонился. Но надо уметь из природы это и разговаривать. Не гордиться, что я человек. Сегодня вас прослушал по обличению. Как раз интересно. У нас тоже там готовится тема на занятиях по изучению Писания. По обличению священник у нас тут настаивает на то, что это в основном относится к священству. Только они обличать должны, там, в Писании говорит. Ну, я специально тут вот готовлю выписки. И ваша тема, она как раз, вот сегодня так, кстати, Господь послал, что я тут вот слушаю вас, выписывал как раз места из Писания. Единственное место, которое я бы с вами хотел, и вот последнее, то что, Дмитрий Тихонович, вас прошу, правильно ли я понял? Вот смотрите, 1 Коринфянам 14, 24. Но здесь 23 стиха, я вот сейчас прочитаю, вам вопрос задам. Если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Здесь вы как бы, вот когда вот это место приводили, вы подтвердили тем самым, что вот обличение, как бы оно необходимо, да, и вот он как будто из этого следует, что он там всеми обличается. Так ли вот, это имеется, те, кто там пророчествуют, и они что ли обличают, по-вашему, получается, да? Пророчество – это проповедь, это не предсказание. Это не предсказание, что с тобой дорогой случится. Пророк Моисей, а что он пророчествовал-то, найди у него. Он пророчествовал о прошлом, как Бог сотворил мир и что было при нем. И одно слово только сказал о будущем, как меня восставит Господь, его слушайте, все пророчество. Пророчество – ревнуйте о дарах пророческих. А сегодня, если ты, ну, сказал о том, что Бог меня поставил, как Еремея, пророком, я себя не считаю, конечно, таким, прям умирает. А Павел, говорит, пророчествовали, чтобы все, ревнуйте об этом даре. То есть он зайдет, а в это время идет проповедь. Вот я знаю, Новосибирский один зашел, а он секретарь комсомольской организации. Я, говорит, сел. Я, говорит, лежу, он против меня, говорит, прям сразу начинает говорить. Я оглядываюсь на людей, думаю, все на меня смотрят. То есть он говорил, захватил. Вот я говорю проповедь в храме, я отошел, сейчас не проповедую, вышел только. И один у нас там был такой человек, он вышел, Миша, опять против меня, все это, батюшка, вам исповедь тайную открывает. Миша, я говорю, ты что, буровишь-то где-то. А в это время у нас был там священник Александр, он подошел, Миша, я, гляжу, против тебя, Игнатий, говорил. А я стоял, думал, он, говорит, против меня, говорит, мои, говорит, грифи. А я ни того, ни другого даже в уме не держал. Я просто сказал. Сказал. Но здесь именно, смотрите, текст по тексту, так, то он всеми, як вот тот, кто пророчествует, то написано, этот неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. Да. То есть, но не в том смысле, что они его осуждают, что он сам себя через этих людей как бы обличает и судит. Да, именно так, он слышит то, чего делать нельзя. Вот мы сидим, тут один на меня, вот пара часов в университете, и когда он уходит, а его место я занимаю, аудиторию, ну и ключи не надо нести там на проходной, а чтобы я взял-то. Я подхожу к нему, он там кандидат наук, я говорю, ключи я сейчас занимаю, ключи, сектанты ходят. Вот вам, говорит, а не ключ, руку отломил. Ой-ой-ой, тут при студентах-то. Ну, вообще ужас один-то. Ну, я пошел, ключ теперь вниз спустился, с четвертого, то с третьего этажа взял. Ну, пришел домой, ректору позвонил, да вы что. Я утром только пришел, у меня ректор к себе, и про ректора дал, говорит, ну-ка найдите, кто это. Ну, он там пустил это, и будут фотографии, это я говорю, вот он, и ткнул его. Так он, говорит, у нас по совместительству где-то, и он вызвал ее, академик. Вызвал, стали беседовать. А я говорю, знаете, вот только сели беседовать, я говорю, первая жена от Бога, вторая от Человеков, а третья от Дьявола. Я хотел дальше продолжить мысль, а он сразу, а вы откуда узнали, что я третий раз женатый? Да я ничего не знал, я сейчас даже не слышал, я по словесу сказал, и сказал, вот с какой целью. Первое, что вы услышали, я экстраполирую во временной форме, а иногда с предмета на предмет. Ну, он просил прощения, его с работы выгоняют, там на ту работу сообщили, я говорю, ты бы сначала узнал, с кем ты сцепился-то. Ну, я тебе еще дорогу перешел, и университетская газета напечатала, алтайский политехник, пронесла его, это в моей книге там есть статья эта. Ну и он, я тогда пришел, мне его жалко стало, я опять звоню ректору, я говорю, Владимир Васильевич, он звонит и говорит, что он осознал. Я знаю людей, говорит, это быстро белый флаг выбрасывает, говорит. Я говорю, ну, пожалейте ему, говорю, кормить надо, три жены, ему тяжело. Ой-ой-ой, еще в жизни не бывает. Тут надо смотреть грани перейти, вот когда кончится, что нельзя ходить, это все спрашивают. Не знаю, но по признакам видно, приближается и очень быстро, очень быстро. Такие священники и не учат, и вот так, а сектант, друг на друга сектант, а не слово сектант. А что сектант, не знаете, ну, ты словарь открой, сектант, кто не признает господствующее учение и не имеет священства. Не имеет, а отрицает, отрицает институт священства. Вот что, это два признака только. Политический словарь, ну, открой маленько, посмотри. Еще не хотят знать. Знаете, вот, вы сейчас вот сказали, а я вспомню, вот у нас собрание тут собирали, на медне, как в церкви-то. Ну, собрали тех, кто с деньгами, в общем, только, а не, кто только и нужны, больше там никто не нужен, по большому счету-то. Вот. Ну, и собрание собрали, а у друга не собирали. А я думаю, что ж такое-то, вас удивило себя, не собирают, ничего себе. Мы вот сейчас будем решать эти наши насущные христианские вопросы. Да нет, оказывается, там, люди, где нужны, туда, в общем, только вопросы все касались. Ну, и вот, а я там сказал опять, я говорю, что смотрите, никому интереса-то нет, вот то, что вы сейчас пытаетесь организовать настоятелю. Людям-то неинтересно это. Надо же собирать собрание, надо людей как бы втягивать вот в эту христианскую жизнь, чтобы они были, видели, что они тоже нужны здесь. Не мы только, кто с деньгами собирается, а всех остальных. Он, вот, я так и знал, вы опять тут начнете мне это, вот, я вот, мне хуже не хотел тут собираться, знаю, что вы об одном и том же будете говорить. Ну, и вот, и тут, как-то там, тема и о вас там вспомнили, наверное. Ого! Техничек, да. Дмитриевская область? Ульяновская область, Дмитриевград. Ничего себе! Ну, они там, ну, они же знают, что, так сказать, о вас, ваша фамилия там через нас, она стала известной. И вот он там, значит, как уж там что-то не понял, этот Игнатий Тихничный, этих сектант, еще что-то, да так перекрестился, да говорит, вот помрет, мы все скажем, слава богу. То есть, понимаете, вы там, как, ну, иголка вот в одном месте воткнутая. Поэтому там они ждут, не дождут, когда этот глаз обличения-то они, так сказать, не услышат уже теперь. Поэтому положение ужасное, ужасное. Это, конечно, плачевно, вот эта злоба. Что интересно, они бы спросили, а его кто-то обличал? Обличал. Обличали много. А кто? Книги брали на исследование, уже два года исследуют Почаева. Это центр, не просто так. Дальше, Дворкин на рождественских международных чтениях. Несколько епархий, Тульская, Новокузнецкая, Кемеровская, уже больше десяти лет. И что? Ни слова. Нигде. Это о чем-то говорит или нет? А я говорю, а почему не вызываете-то меня, хотя бы по скайпу-то? А мне ответ пришел один, говорит, а что они, говорят, самоубийцы? Потому что ни одного слова, которое я говорю, они не могут опровергнуть. А что гнали? А Стефан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? Вопрос задал, они же не ответили. Ни одного не было, кого не гнали. Всех гнали. Если они гонят, это признание того, что я стою на своем месте. Господь говорит, горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Я под это горе не попадаю. Больше меня хулят только патриарха и президента, больше никого. Да. Так что, Евгений, по теме, он недаром про вас, хорошо же он сказал в ваших беседах, да? Что вы как тот Иоанн Креститель вышли, и проождение хитро, говорите, да, вот, тем, кто так себя ведет. Оно так и есть. Понимаете, я на это не надуваюсь. Я внутренне это, я в первую очередь молюсь об этом. Молюсь и молюсь об этом, а внутри меня как огонь разлит, и я обязан сказать, потому что то, что они делают, это неверно. Это обман народа. И привожу слова Серафима Саровска. Три дня, три ночи молился только целенаправленно об архиереях священников. И Бог ответил, не пощежу, не помилую, как будто ни одного нету. Зато, вот, говорит, большая часть священников погибает, сто, пятьдесят один, по крайней мере, будут в аду. Я что, я о вашей жизни забочусь-то. То, что я делаю, это ваша работа. И они ничего не имеют против конкретно, сказы, что? Вот сейчас у меня ролик один стоит, там есть, как мы выжигаем дупло с шерчнями. Дерево наклонилось на воду, там, на пруд, на этот. И больше ничего нету. И мы взалили, и все. Такими матерками, каждый день, ролик такой популярный. Ну, такими матерками гонят. Прямо, я не знаю, кто это. Ну, кто-то же подтравливает. И разные-разные. Или под разными именами они заходят. Шерчней. Шерчней, притечи. Если ты можешь бороться, борись. С ними бороться очень трудно, с шерчнями. Они притечи. Вошедствие Израиля в обитованную землю. Бог согнал шерчнями-то. Сколько народностей? Три народа согнал. Что они нашли в моих словах? Шерчней. Я шерчней выжигаю. Мы закрылись, плеснули бензин и сожгли. Потому что нам надо пилить дерево. Готовили, когда дамбу-то работать. А нельзя подойти. Они меня укусили два, один год. Или один. Неделя вот такая вот. Это ужасно. Ну, то есть ни на чем. У них, если бы было что-то, они бы не придумывали. Не придумывали. Да, раз они так злобятся, нечеловечески. Я понимаю, ничего нет. Один сатана. Я только усиливаю о них молитву. И особенно это выдуманное, неправдоподобно, это миссионерские отделы. Их нельзя организовать. Это обман, подделка сатаны. Можно отдел по продаже валюты создать. Можно отдел по искусству создать. Но поэтому нельзя. Здесь должен быть только Дух Святой. Вот мне все время говорят. Сегодня опять слышу и говорят. Мы только подумали, где найти ответ. И решили вам сказать. Утром слушаем ролик, а вы как раз про это говорите. Это случайно или не случайно? Я говорю, у меня каждый день это идет. Вот на занятия ходили, когда люди. Трое зашли, и дорогой они о чем рассуждали. Я на них даже не взглянул. Так, краем глаза-то. И прервал тему, и начал отвечать на вопросы, как они зашли. Они вот такие глаза вышли. А как это можно узнать? Я ничего не знаю. Если бы я знал или как-то... Это Бог кладет на сердце. Я подумал, нужно людям сегодня знать. А что именно вам? Я не знал. Это вы сказали. Если бы вы не говорили, я бы и не подумал. Вот какая штука-то. Ну, а что говорят они? Все это пройдет. Вот мне говорят, если бы вы были президентом, вот что бы вы в первую очередь сделали? Я говорю, убрал бы все лежащие полицейские. Вырубил бы на дороге. По строжайшим запретам запретил бы это делать. Это безумие. А патриархам прекратить всякое строительство храма, всего. Прекратить. Все деньги изъять, какие есть. И бросить на издание книг, Евангелие, Библии, раздавать народу. И сразу тысячу училищ открыть. Другого ничего не надо. Мы достаточно имеем. Вот нынче мы два пруда закладывать думаем, уже приближаемся к этому. Это тогда все закончится. Как написано, структура потеряевки должна быть восстановлена. Ну, как Бог даст. В прошлом году Бог послал нам добрых людей. Мы стронулись с места. И видите, мы можем показать конкретно, какой был провал и как теперь едут. Какой насыпали. И песок, и щебень. Архиерей-то приехал, сколько удивлялся. Вот. У нас работа. Спрашивают, что такое общие? Ну, у людей там вот и какие пар с Америки, там монашество. У нас это слово одно общее. Общее только слово Божие. Каноны. Вместе собираемся. Дальше разошлись на неделю. Или вот Игорь уехал на месяц больше в тайгу. Золотоискатель там. Дыбунов Игорь. Другие уезжают еще куда-то. Мы ехали в миссионерские поездки. У нас слово общее-то ничего нет общего-то. Каждый держит кто сколько может. Вот уж и через неделю никто не звонит. Не знаю. И они где-то насчитались. Это вот зомбируют. Отнимают у них там. У нас ничего этого нет. Это выдумка. Я их знать не знаю. Где кто сегодня спроси. Но я знаю, что молятся. Все молятся. Вот только на днях. Я вчера поехал первый раз искать для лагеря-то надо муки. И все. И главный спонсор у меня исчез. Закрыли. Это не просто так. Огромное предприятие. И уже вчера два мешка. Ну один мешок муки, другой крупы уже дали. Я говорю, кто так молится? А мне сразу ответ пришел. Все о вас молятся. Вот и весь ответ. Если бы наши правила кто-то взял, бы они не поверили. У нас запрещено к себе звать. Вот это найди такую общину. Запрещено. Вот человека встретил и хотел бы нет, он должен попроситься к нам. Мы разрешаем прийти один раз. При определенных правилах. Сначала на работу к ним исходят. Такого нет. И ни у сектантов, ни у православных каждый тянет свой монастырь. У нас этого нет. А еще что у вас особое такое? Все должны быть благовестниками. Считать Слово Божие. Уверовать. У нас есть отличительное качество. Наше общество благовестница. Даже бабушке. Вот сейчас две. Я выставлю ролик. Я ходил в больницу. Они лежат. Ну, совсем немощно. Это все равно они там свидетельствуют. Евангелие раздают. И кое-как выкарабкаются в коридор. И идет Евангелие раздает. Вот наша община интересна на этом плане. А общего у нас ничего нет. Совершенно. Ну, там, сказать, дом общий или зарплата или что. И вообще нет этого. Десятина и все на этом. Да нет, понимаете, то, что эти говорят люди, как бы даже... Вы так столько много этому уделяете внимания, правда? Да, да. А знаете, на самом деле, вот я вот так вот смотрю, вот то, что вы делаете, да, вот то, что вы про православие наше говорите, оно только больше, знаете, для чего? Для того, чтобы понять, что там ничего путного нет. Вот только для этого. Знаете, вас слушать, да, и потом бери и сравнивай. Ну, ничего там общего-то нет. Нет там ничего. Поэтому, когда, если человек, вот как кто-то верующий, ну, куда-то его, как вы говорите, я направляю Московскую Патриархию. Ну, если я тоже, ну, конечно, вот православие же самое правильное, да? А такое православие, что, как и вы говорите, я в Московскую Патриархию не ногой. То есть, получается, идите туда, но я сам туда не пойду. Так и мне, вот я сейчас смотрю и... Никак, потому что... Ко мне отношение такое. А они надо мной будут иметь власть и сразу голову открутят. А сейчас они никакой власти не имеют, ни те, ни другие. Бог, зная наше отношение к спасению, дал нам невиданную свободу. Просто не описываем. Вот больше как кричали. О, теперь к вам уже и Сергей не приедет, и батюшка безблагодатный. А он приехал, поет, благословляет. Ну, то есть, с ума сходят люди-то. Сума того, еще он взял, что удивительненько. Я думаю, может быть, хоть не вспоминет, когда поминание патриарха идет. А сам зарубежного-то так и... Так, сначала патриарха, потом нашего зарубежного, а потом митрополита этого. И на территории Славгородской, который севал от. Это как раз ответ тем, кто как раз говорит, да он отказался уже, а вы там его себе подтягиваете. Ну, а значит, ты митрополит, он что, не знает, что отказался на этот раз? Да. Значит, не считает этот отказ отказом? Это во-первых. Говорить не о чем. Заботьтесь о себе. А что, думаешь, люди говорят, они о моем спасении заботятся? А у них задача, чтобы голос замолк. Да. Я говорил, меня когда не будет, они будут каноны с водосвятием заказывать. Благодарственное. А когда Мартин Лютер уходил и говорит, папе римскому сказал, придет время, ты поймешь, как тебе будет не хватать меня. А сегодня, да. Да, да, относится. Ну, а сегодня вот папа даже римский признает, что многое, что Мартин Лютер говорил, надо было принять. Вот это изучение Слова Божия, вот эти индульгенции проклятые, что они делали, продавали, инквизиция. Ну, да всю эту дурь-то собачью. А он обречал на этом. Там надо было принять и выкинуть, и было бы по-другому. А что они сделали? Отделилась Германия. А дальше пошло уже, пошло. Православие должно занять подобающее место. Я бы тут и не трудился, не говорил, если бы внутри веры не было. Я знаю, Бог силен. Гнилой пень, если влага попадет, Иов говорит, он даст отросток. Вот такое может быть. Внутри меня, внутренний мой дух мне говорит, надо работать здесь. Хотя умом я вижу, что ничего не сделать, и все загублено. Все делает наоборот. Правила сплошь попирает. Но 14 правил нарушает каждый день из 719. Это вообще как будто лютые враги, как Златоуст говорит. Но есть и другие люди. Есть, которые понимают, которые молятся. Есть, которые вчера были ожесточены, а сегодня мягче делаются. Вот так. А что я о себе сказал, что там, говорите, защищаюсь? А это, откройте, Карфагенский собор, 90-е правило. 90-е правило. Оно сейчас, я не знаю, какой там город, Пенза, кажется, или Казань, где там Андрей Кураев-то расковырял это гнездо садамитов-то. Ну и там епископа-то обвиняют в этом-то. А он не защищается. А канон этот говорит, обязан защищаться. Если он не защищается, значит, разговоров нету. На год он долой, а потом вообще не принимать. Поэтому, когда мне говорят, вот вас ударили, а вы как? Я говорю, я серии ударов отвечаю. Потому что, как ударов? Писанием я доказываю, что это неправильно, я обязан сказать. Господь говорит, что я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Я чту отца моего и православную веру. Но так, как она была создана, а не то, что вы с ней сделали. Ну, то, что вы делаете, вы делаете, как делаете. Потому что тут с нашей, с моей стороны смотреть что-то так, что-то не так. А главное, что вы, как считаете, нужным, так идет. Потому что правильнее, чем вы свою жизнь оцениваете, свое положение, оно вам дано, вы его и управляете. Ну, видите, как я молюсь. И у меня все ответ на молитву. Вот что-то где-то маленько-маленько, где-то какой-то там неурядица. Все. Я уже закрылся. Я сразу начинаю молиться. Говорит, монашество в миру меня называют. Я этих слов не знаю. Я знаю, у меня внутренняя потребность. У меня буквально ничего на ум не идет. Я все оставляю и начинаю молиться. Вот главное мое оружие. Не менее семи раз в день. Не считай утреннюю и вечернюю молитву. И Господь так делает, как никогда не придумаешь. Как-то все одно за другое сцепятся. Если вдруг появляется человек, этот человек согласен. Вдруг он поехал. То, что я не мог сделать, он делает ответ на молитву. И вот сказать вопреки совести, это как бы не совсем так. Внутренний мой дух говорит неправильно, потому что Евангелие не сходится. Но совесть меня в этом смертельно не осуждает. Я тревожный. Ну, смешали вместе причастие. Ну, не в этом дело-то. Пусть оно даже вместе будет. Но я скажу, что Христос подал поворось. И было пресно. А сейчас у нас квасной. Ну, ничего. Святые приняли так, и я принимаю так. Ну, я не настаиваю, не учу против. Но просто мое мнение, основанное написание, я его выявляю. Чтобы люди знали. Чтобы сильно на других не нападали. Это маленько укорачивает нас. Чтобы не возносились. Знаете, что иногда вот меня ваши слова в этом плане не убеждают. Знаете, в какой части? По поводу святых-то. Вот, помните, ну, я вам еще про войну, когда у нас с вами были разговоры о том, что должен ли убивать нотвы или православную. И, помните, я вам задал вопрос. Как же так, гнотик? Вот я всем сердцем и сейчас, я считаю, мы не должны убивать. Однозначно. Но где вот эти наши святители, на которых вы высылаетесь, Василий Великий, Златоуст, которые бы восстали против убийства? Они не восставали. Тогда какой же мы имеем возможность им доверять в полной мере, если они не восставали против убийства? Так, понимаете, о чем я говорю? Я очень понимаю, это вопрос у меня всегда здесь. Но я перешагиваю их, это счастное их, и они за это ответят. Но я продолжаю говорить так, как написано. А, я говорю вам, а, то есть противоположно, говорю вам, любите врагов ваших. Тем более у нас столько врагов, что только весь мир надо испепелять, чтобы сжечь нас вместе с ними. Ничего не сделать. Ничего. Идет мусульманство, грозная сила. Идет Китай, и Америка. И ничего нельзя сделать. Вплотную все подошло. Ну и что теперь, не умирать от страха? Наоборот, все эти разумные, добрые, вечные. Ну, здесь не вопрос, убивать или не убивать. Тут, как бы, для меня так же, как и для вас, этот вопрос однозначный. Вопрос о том, насколько можно, вот, вы видите, вы все, вот, святые отцы сказали, я православный все. Вы посмотрите, где там? Там уже, это четвертый век, и, представляете, уже там ничего нет. Я уже говорил об этом. Говорил. Седьмой, восьмой том у меня об этом говорит. Это, вы повторяете мои слова, которые есть. Но на меня, на мое спасение, никак не влияет. Дальше он говорит, правильно я принимаю. О чем Серафим Саровский говорил. Когда Господь от меня отступал, я ошибался. Так что... А может быть, я имею в виду тех, почему, допустим, там, вот, баптист или кто-то, они говорят, вы про священство говорите так, что без него там ни причастия, ничего нет, как бы, все, ведь главный козырь это священство православное. Да, да. Это ваша аргументация. Да. А при таком положении дела, вот, то, что они там говорили по причастию, они говорят, да мало ли кто что говорит, в Писании мы не находим этого, что причастие только чем священство. А вопрос, по сути-то, ведь, смотрите, спасение, оно, как бы, замыкается, и любой баптист, он чем и чего лишен? Только причастие от священства, от истинного, да? И если вот этот вопрос снимается, то баптист ничем не отличается от православного. Вы вот эту взяли часть, как бы, священство и причастие, да? То есть, вот мы самые правильные. Но тогда, если мы под сомнение поставим и любые вот эти части, в этой части тоже, как бы, действия святых наших, что они вот так вот установили, ну, так они за войну не выступают, выступают. Где же тут правда, видите как? Тут неоднозначно все. Понимаете, я снова повторяю об этом, что с первого дня я об этом молился и находился в Священном Писании. Это его мнение, которое я не поддерживаю, и оно на меня никак не влияет. Оно было или не было сказано. Почему Василий Великий был за войну? А наложил эпидемию три года. Кто на фронте убил, не причащается. Ну, на дно это разве не говорит? А то сейчас неудобство. Нет, какой это, Геннадий Тихонович? Ну, это наказание, так, по попке нашлепали немножко на три годика. Ну, так, чтобы уж вы не совсем-то... Я не о силе наказания говорю, а о том, что они все уже признавали, что непохвально это дело. Это недоверие Богу. Недоверие? Вот грех в чем дело. Недоверие. А вы доверяетесь? Ну, вот 10 дней сейчас пройдет, 10 июня мне будет 77 лет. А жизнь человеческой 70 лет. 77. И я еще ни разу не был посрамлен Богом, когда я Ему доверялся. Нигде. Нигде и ни разу. В каких обстановках я был, буду рассказывать. Даже видавшие виды люди скажут, да не может этого быть. Я иду передо мной, как будто бы вот ангел мечом махнул, и все убрал. Захожу в незнакомую тюрьму, первый день. Охранник, не охранник, а баландер называется, кто там раздает. Меня в сторону. А почему? Не знаю. Всем выдал, который я и так пришел. Меня отдельно заводят, у меня спрятаны матрасы, на которых ни сон не спал. Мы вас ждали давно. Дает простыни, как на крахмаленное. Это что? Это Бог делает. Меня отвезти? В коридор вывели. А куда везти? Я говорю, где табака нет, а тут везде. Она говорит, да куда его? В ШИЗО. Штрафной изолятор. Ну, конечно, с матрасом, никак все. А потом пришли спрашивать, ну как, я говорю, что-то воздух тяжелый. А она побежала швабру, в окно ударила вверху, вышел из стекла, а теперь свежий воздух. Чего бы ради они обо мне заботились-то? Так я расскажу на каждом шагу. Вот когда везут на этапе, самые новосибирские здесь конвои, это лютует. В туалет не водят. Ужасно. Ужасно где-то. И в это время женщина, стенка разделена, а решетка на коридор, чтобы охранник нас видел. И они просят меня молитвы. Я не отвечаю. Он туда-сюда прошел, потом подошел. А почему вы не отвечаете? Я говорю, а правила ваши разрешают разговаривать? Не разрешают. Вот поэтому я молчу. Ну, а если я вам разрешу, если разрешите, я напишу им. Я разрешаю. Я начинаю официально писать, а он им передает. Злобный охранник. Я дальше говорю, в туалет можно сходить? Пожалуйста, какой разговор? Пошел. А женщины криком кричат. Трудно, не могут. А он не водит их. Я ему и говорю, вот, видите, кричат, вы могли бы их сводить? Позовите еще одного, чтобы покараулил где-то. И он тут же это делает, как ягненок. Я когда рассказываю, а как это может быть? Как может быть, когда вся камера два часа каждый день замирает и два часа проповедую? Считает тот, кто руки вымыл, кто не курит. Охранники собираются с двух этажей и слушают, стоят. Я разговаривал, как Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, Саша Огородникова. Ни у кого даже в ней не было. А я не напрягался. Только зашел, перекрестился. Мир дома сему. Ко мне подошел старший в охране, смотрящий там или как пахан. И все, куда положить, что уже заботу Бог берет на себя. А начальник, начальник, он какой-то попал там. У него золотые зубы, увидали его. Так ты на рот угнетал? Да нет, я бухгалтером был. Он его так берет, как лбом ударил, и зубы плю на руку. Все, сразу к кормушке. Так, а наши там дай. Все, золотые зубы пошли. Он стоит, кровью захлебывается. А у меня один только что-то сказал, его заметили. Сразу же его вытащили, растянули руки, ноги держат. Рот заткнули и начали дубасить его. Ты зачем к отцу подходил? Что говорил? Бог. Я знаю силу моего Бога. Я хвалюсь Богом. Я его знаю. Они не знают, кто нападает. Они ничего не испытали. Они приходят из Баптиста после суда, а то считают, что все здесь правильно, что у Баптиста спасение, это церковь. Тогда зачем ты туда шел, когда у них все лучше-то? Мне на чем было идти. Так, минуточку, сейчас так и гляну, не отходи. Говори. Я все нашел. Ты только дописывай, остальные там куда убирай или как. Он приехал, Игорь-то? Да, он приехал. Ты распредели на тот и на другой и закрой до моего приезда. По четыре штуки. На туда и сюда. Понял, да? И закрой. Ты когда заходишь, отпугни их от дверей, чтобы они не попали. Больше я присылать не буду. Это у меня большой эксперимент идет. Помогите мне его закончить. Понял, да? С Богом. Один пришлю вот с кем-нибудь. Братья, поклон. Все, отошел. Володя с потеряевки звонит. Игорь приехал. Я сегодня голубей отправил, восемь штук. Две коробки, по четыре. Ты эксперимент, я в курсе дошел. Ну, сезарей, сезарей диких я наловил, чтобы среди моих были. Потому что голубиная болезнь нападает все время. Они хилые. Ну, слабые. Вот женщина, которая в деревне живет, и городская экстрава мне даже не надо. Деревенская, насколько здоровее. Тут она приехала, я овечек пас. Большая овечка. Она вот так руками ее подняла, но она килограмм семьдесят. И на машину забросила. Вообще. Ну, и женщина так, видать она это. Вот, знаете, у вас такая же сила, да, вот. Вам Господь ее дал. Вот вы о чем говорите, тут ведь никаких сомнений нет. Но знаете, что ваша сила, она Богом вам дана не для того, чтобы показать, что православие это истина и есть. Я думаю так, что Бог вам такие силы дал только для того, чтобы показать, что там вот нет ее, вот той истины, о которой вы говорите. Либо тогда в православии на самом деле не до конца то, что называется православием. Вот здесь каждый человек должен разобраться, где оно православие, в чем. Потому что вам исключительность такая, потому что другим это вообще невозможно. Поэтому и показывает, что то, что там, это нереальные вещи. Только через вас. Вот вам это надо показать, что это нереальные вещи. Вот смотрите, у меня сайт. И вы, если зайдете, там разбор выступлений. Этого никто в мировой практике не делал. Я разбираю 60 примерно, 56 выступлений митрополита Кирилла Гундяева, когда митрополит был. Патриарха Сергия, этого Алексея Ридигера, Козлова, там, Старообрядческого Андреяна. У всех примерно 5-6% правильных ответов. Что задали, как они ответили, дальше даю. Это никто не ответит. Почему? Потому что я смотрю по четырем параметрам. Святая Библия полностью должен знать ее. Житие святых, 1173 жития. Правила святых апостолов, 719. И труды святых отцов, 300 томов. И они не ответят, они просто не знают. А если знают, боятся. Тут надо говорить так, что, вот как митрополит заметил, у вас бескомпромиссное служение. И это говорит он здесь, уже в Барнауле, когда Иоанн Богословский на день Иоанна. И говорит перед священниками, он это понял. Вот я говорю, вот возьмите, 7-8 том у меня открытым оком. Это ни день, ни два. Житие святых, это 12 томов. Я выбрал первый век из 365 дней, и там перемешаны века. Потом второй, потом третий, в развернутом виде впервые можно видеть, как церковь развивалась. И так она считала, так она на сайте стоит. Но это не все. Дальше-то за этим ты посмотри, сколько стоит. Я разбираю все до одного жития во свете Библии, 7-8 том. И во свете Библии почти ничего нет. Вы говорите, это я уже все сказал. Но я показываю путь, как исправить это. Я не просто неправильно, а сказал вот так, и Господь сказал так. Вот 28 глав деяния апостолов. Я разбираю по одному стиху каждую главу и показываю, что этого нет. Вот Коран, все знают, священная книга для мусульман. Я подхожу совершенно не так, как Данил Сысоев. Я слово Аллах, Мухаммад, Коран не произношу. Зачем? Я произношу Бога и Его, Святая Библия, Дух Святой. То есть Христос. Я вот проповедовать Христа, а не опровергать. Но 18 том у меня, я разбираю по сурам и аятам, главы стихи. Весь Коран в сравнении с Библией, такого материала нигде в мире больше не было. Но ты учти, что у меня образования-то никакого нет. А это как раз для меня преимущество. Что я не накручивал ноги, я все выпрашиваю на молитве. А зная Библию, я и сравниваю, и поэтому все молчат. Мусульмане молчат. А говорили, ой-ой-ой, одна там начала, да вы тут что говорите? И плюс к тому, что о них было сказано 1300 лет, за 1300 лет. 23, 24, 25 тома, каждый том 752 страницы. Я разбираю иудейство. Талмуд. Талмуд это 12 томов, не одна книга. В сравнении с Библией. И что об евреях сказали политики, поэты, художники за 3600 лет. Такого материала нигде в мире нет. Это надо понимать, что за этим стоит. Я сказал, нападал? Нет, не нападал. Я просто как сторонний наблюдатель. Я говорю, вот это вот хорошо, а вот это с Библией не сходится. Евангелие говорит вот так. То есть все разложил. Я говорю, вот, жития святых мы знаем. А в Коране есть или нет о житиях святых? Никто мне еще ни разу не ответил. Я отвечаю, есть одно событие. Семь отроков ефесских, которые уснули. Он краем уха услышал и вплел. Дуайт говорит это о доверии. Это они одного псалмана не приводят. Он на слух брал. На слух он был очень любознательный, интересный этот Мухаммад. Это был бы лучший, может, пророк в том столетии. Они задолбили, не хотели слушать. Евангелие не преподали. Я вот с какой стороны подхожу. То есть самый товар, который уже людьми заклейменный-то, я смотрю на него как на возможность, потенциальную возможность обратиться к Богу. сделаться достойным принятия в лонах Христовой Церкви. Вот вы если видели, как я беседую в доме Мулы. Как? Один стих, я никуда не отклоняюсь. Один стих. А первая половина стиха они полностью приняли. Дальше я кратко намещаю, знаю, дальше уже не вмещается. Но я говорю, а дар Божий во Христе Иисусе. Вот как. У меня нет никаких программ. Говорят, вот вы столько лет в университетах преподавали. Какая программа? Я говорю, у меня вообще программы нет. А как так? Я беру блаженного фефилакта и все. Ну а дальше на каждом занятии вопросы и ответы. А тут уже должен был совет на месте стоять. Любой вопрос во свете Библии. Политика, экономика, социология. Вот одно время я вел месяца два, наверное, мировое искусство по галереям мира. На любую картину ответ во свете Библии по святым отцам. Это чего-то стоило. Я рассказываю, как меня тут ректор вызвал и говорит, тут набрали целый, как сказать, отряд, или как он назвал их, компания, или кто там, новые русские. И хотят повысить свой уровень, чтобы над ним не смеялись-то. Вы могли бы взяться? Я говорю, пожалуйста. Ну я провел у них два занятия, по два урока. Я не знаю, что там, ну я вложил все буквально, на что обратить внимание, с записью. И ректор меня вызвал и говорит, деньги получите, а я же бесплатно все делаю это. Я когда пошел, там такая сумма, я не беру деньги, это не мои. Как? Это ваши. А какая ставка? Ну, по вашей долгой. Какого у меня должность ничего нет? Профессором провели. Профессором? А институт, университет, 22 тысяча студентов. Да еще какие-то, чуть ли не Нобелевский лауреат накрутили. Вот конкретно. 21 год. Я 17 лет только в одном университете. И оказалось бесплатно. Ректор написал выплатить. Там цифра ужасная, какая огромная. И на нян принять. Я его не принял, бросил и ушел. Ни копейки не получил. Почему? Не вред. Я просто должен показать пример. 17 лет, это не два дня. А к каждому занятию, как я готовлюсь. Я не просто с бухты барахта. Видите как? И ничего нету в этом. Особенно это моя жизнь. Простая, открытая всем. У нас все фотографируется, и мы ничего не таим. А что таить-то? Перед Богом мы известны, какие мы. У меня бывают так, вчерашние друзья, и вдруг расходятся как-то. Ничего, я усиливаю молитву. Ну, мало ли, что в жизни не бывает. В жизни все бывает. Это жизнь. Ну, благодарю, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Да, сейчас поговорим. Я вам сразу же еще один звонок сделаю. Прошу? Так, что сделаешь? Еще сразу звонок сделаю после этого разговора. Ну, ладно. Только, может, не один. У нас что-то не записалось. Я сам записываю. Что-то у меня самозапись, автозапись-то. Голоса нету. И видео идет, а звука нету. Почему нет? У вас что, планшет? Нет. Компьютер. Компьютер. Это что-то у меня выходит тогда. Надо было что-то выдернуть. Тогда мы... Знаешь что, сейчас расстанемся. Не заходи хотя бы минут пять. Я тут перезагрузку сделаю. Может быть, у меня будет... Ну, как-то стронуть надо. Почему она у меня... Я вам по одному личному вопросу не для записи. Ну, это хорошо. Но мне просто проверить надо запись. Благодарю. Вы знаете, как я вам благодарен. С Богом. Спасибо, Христос.